Всем привет! Сегодня мы поговорим о звуке, вернее об озвучивании видеофрагментов, а именно о совмещении голоса и музыки. Если кто видел мои другие видео, то наверное в курсе, что я не очень люблю всякие ручные манипуляции и предпочитаю их заменить на какие-нибудь скрипты или прочие автоматизированные действия. При озвучивании видеофрагментов часто используется такой прием. Человек говорит, а музыка в паузах увеличивает свою громкость, а когда человек говорит, она затихает. Естественно, все это можно сделать ключами, но в достаточно продолжительных моментах это будет сделать достаточно сложно, а если придется что-то исправить, то, считай, всю работу придется переделывать заново. Но я узнал о таком способе, который позволяет это делать автоматически. Мы будем делать это в аудишене. У меня версия KS6. Я подобрал два таких файла. В одном просто голос не любит трехмерный редактор. Из моего последнего урока. А вместо музыки я буду использовать вот такой вот просто звуковой фрагмент. Тон. На нем хорошо будет видно, как громкость сигнала отображается на вот этом визуальном его представлении. Моя задача смонтировать все таким образом, чтобы музыка в паузах, я вот даже здесь добавлю лишнюю паузу, чтобы музыка заполняла паузы. А в моменты речи музыка, наоборот, стихала, но при этом не исчезала, а оставалась фоном. Для этого нам понадобится плагин изотопа Allover C2, потому что я буду использовать его компрессор. Именно он позволяет связать два трека. Громкость голоса и громкость музыки. Вот именно этот модуль и будет работать. Я его сброшу на стандартные настройки, которые не вносят никаких искажений. Этот фильтр я применил именно к треку, а не к самому клипу. Это важно. Потому что в дальнейшем, в принципе, вот этот проект можно сохранить и использовать как обычный пресет. Для каждого видео не создавать заново, а просто заменить здесь дорожку музыки на дорожку звука. А их, например, экспортировать из премьеры. То есть две дорожки нам нужно будет с чистым звуком и с музыкой, с обычной громкостью. В итоге у нас получится музыка с переменной громкостью. Мы ее просто заменяем в премьере. И вот у нас нормально озвученный фильм. Чтобы привязать громкость голоса к громкости музыки, нам понадобится вот здесь выбрать такой параметр. Это создает sidechain, называется, и привязывает их как раз к нужному нам плагину. Теперь в плагине у нас загорится вот этот вот желтый квадратик. Я его переведу в режим моно, потому что у меня звук в режиме моно. И можно посмотреть, что получается уже. Вот еще один замечательный пример. Пока ничего не получается, потому что нужно включить вот эту вот опцию. Как раз chain вот этот вот, он включается в двух местах, в трех местах. Вот здесь вот, вот здесь вот, и в самом плагине. Теперь уже можно посмотреть... А вот еще один замечательный... Ага, еще нужно как-то параметры отрегулировать. Они регулируются конкретно под исходники громкости. Но общий принцип у них таков, что когда громкость в этом файле со звуком укладывается в какой-нибудь из этих параметров, громкость выходного файла, то есть музыки, она уже обрезается. Вот давайте посмотрим на этом графике. Желтые линии в центре, никаких изменений нет. А вот еще один замечательный пример использования плагина. Тут видно, что в те моменты, когда я говорю, громкость обрезается. Но у нас музыка получается такой эффект. Воу-воу-воу-воу-воу-воу. Как бы... Сейчас я его... Слышите, такой неприятный эффект. Чтобы вот этого избежать, у компрессоров есть несколько параметров, которые отвечают за время их реакции на изменение громкости. В данном случае нам понадобится релиз. Это время, в течение которого громкость будет восстанавливаться после пикового значения. Вот после таких вот мест. Видно, как в левую сторону стало более гладко и держать уровень как бы. Но в то же время реакция на самоизменение голоса очень резкая. Вот тут прям перепад по звуку происходит. В те моменты, когда я говорю. Вот еще один замечательный пример. В принципе, можно уже вот на этом и остановиться. Потому что в речи обычно вот этот перепад не сильно заметен. Но, однако, мы пойдем дальше. Есть вот еще параметр реакции, который можно увеличить до какого-нибудь значения. Ну, максимальный 500 в этом конкретном плагине. Вот еще один замечательный пример использования плагина. Реакции уже получаются. Для имитации воды прямо в After Effects. Вот эти вот параметры, они отвечают за итоговый уровень громкости музыки. То есть я могу вот так сделать. Видно, что эффект очень маленький. На этом уровне остается. Еще ниже опущу. Будет еще ниже опускаться. Автор экспериментировал и создал такой эффект только средствами After Effects. Теперь давайте посмотрим, как это выглядит на визуализации громкости. Для этого нам потребуется этот трек пересчитать. Ну, вот, собственно, здесь все видно. В момент речи громкость плавно снижается. В паузах она немножко всплывает. На больших паузах она всплывает еще больше. В конце концов, заполняет собой вообще пустые места, длинные. Не дает скучать. В принципе, тоже неплохой результат уже. Единственное, что мне не нравится при таком раскладе, то, что громкость начинает спадать именно в момент появления речи. Вот этот вот промежуток, он накладывается на голос. В зависимости от типа музыки, он может чуть-чуть забивать нашу речь. Первые, вот именно первые буквы слов. Чтобы этого не допустить, я нашел такой прием. Можно назначить вот этот вот фильтр к треку с голосом. Вот с такими параметрами. Ну хотя, здесь ноль остается. У нас получится как бы голос. Сдвинут на 500 секунд назад. Но при этом он, кстати, из моно становится стерео. О чем мы как раз говорим. Эти два столбика, которые двигаются по-разному. Но зато теперь, сейчас я вот это вот закрою их немножко. И сделаю, снова просчитаю его с новыми вот с этими параметрами задержки. Видно, что в новом треке, вот они, вот эти два места для сравнения. Громкость начинает спадать заранее. То есть как раз там на 500 секунд их хватает. И в момент начала речи громкость уже где-то на минимальном уровне. Ну то есть достаточно неплохой результат, как раз, какой я и хотел получить. В остальном, все выглядит примерно так же. В паузу громкость возрастает. После пауз она спадает заранее. Вот как раз вот она вот эта вот разница. То есть выглядит это теперь вот так. А вот еще один замечательный пример использования. Музыка как бы заранее нас подготавливает. В афтер-эффекте. Как бы многие... К тому, что тут что-то будет произноситься. Вот посмотрим на этом промежутке. Тут короткая пауза, длинная пауза. Снова короткая. Только средствами афтер-эффекта. По-моему, достаточно неплохой результат получается. Туториал достаточно продолжительный. В общем, вот так это работает. Самое интересное, что вот это все автоматизировано. Нам просто нужно сделать микс-даун всей сессии. Кроме голоса, конечно. Голосы выключить можно все равно. Потому что при выключенном голосе... Вот эти вот я выключу. При выключенном голосе все равно эффект сайдчейна остается. И громкость трека убавляется. Можно у него задержку, кстати, включить. И тогда достаточно просто отсюда просчитать дорожку. И кидать ее в премьер для окончательного монтажа. Давайте попробуем теперь заменить вот эту вот музыку... ...на ту, которая играет обычно в моей заставке. Коротенький фрагментик. Посмотрим, как это выглядит. Я пока все вернул на прежнее место. А вот еще один замечательный пример использования плагина TrapCode Particular. Для имитации воды прямо в After Effects. Многие не любят. Но здесь вот как раз на более такой неравномерной музыке... ...чувствуется, как резкие удары иногда забивают начало фразы. Поэтому мы как раз вот сейчас этот эффект включим. Немножко вот я так же думаю... ...что вот здесь вот увеличить можно. И вот тут вот прибавить. Сделать миксдаун вот этого всего добра. Только слушаем, получим. Добавим голоса. А вот еще один замечательный пример использования плагина TrapCode Particular... ...для имитации воды прямо в After Effects. Многие не любят трёхмерные редакторы лезть в них и разбираться. И вот там... ...плагина TrapCode Particular... ...партикулар-то... ...500, допустим, поставим здесь... ...для имитации воды прямо в After Effects. И включить не забудем. А вот ещё один замечательный пример. То есть мы левый запаздывает канал, а правый, наоборот, вперёд идёт. В итоге мы получаем запас и в начале, и в конце. В итоге звук получится даже ещё глаже. Так мне кажется. Делаю опять рендеринг ему. И вот четвёртая версия. Посмотрим вот на этот промежуток. Ну, видно, что вот эти вот холмы... ...здесь вот немножко звук назад ушёл по громкости. То есть даже после завершения фразы у нас будет небольшой запас по громкости. Так, выключаю эхо. Включаю только звук и включаю новый трек. А вот ещё один замечательный пример использования плагина TrapCode Particular для имитации воды прямо в After Effects. Многие не любят трёхмерные редакторы лезть в них и разбираться. И вот автор экспериментировал и создал. Вот этот момент ещё посмотрим и всё. По-моему, достаточно неплохой результат получается. Куторый достаточно продолжительный. Ну, по-моему, нормально. Единственное, что возможно там просто уже индивидуально можно подогнать какие-то громкости по трекам, чтобы музыка совершенно хорошо смотрелась. По-моему, достаточно неплохой результат получается. Куторый достаточно продолжительный. Занимает он порядка 40 минут, однако он не весь посвящён самому эффекту. Например... Ну, в общем, вот такой вот интересный приём, который мне позволил автоматически всё это делать и не тратить время на всякие ручные манипулирования. Зато позволяет забивать небольшие такие паузы. И большие, конечно же, тоже. Но самое главное, что больше не надо время тратить на всякие мелкие вот эти вот участки. И в то же время они не будут звучать пустыми. В принципе, я вот это делал с помощью постороннего плагина. Однако есть Dynamic Processing плагин. Это встроенный в Audition. В принципе, у него тот же самый. Вот здесь вот мы Sidechain выбираем. Только здесь мы выбираем не Alloy, а Dynamic Processing. И также громкость у него подрезаем. Также, в принципе, тут есть атаки, релизы, но... А вот ещё один замечательный пример использования плагина... Видно, да? Программ с этим плагином в том, что если вы сохраните проект и откроете, у вас всё будет выглядеть так же, но этот плагин работать не будет. Надо будет снова переназначать здесь все эти цепочки. Вот. Только тогда он заработает. В самом начале, после закрытия, несмотря на то, что всё включено, он работать отказывается. То есть вот это его баг. Ну и вообще он как бы менее удобный. Он... Где он тут? Он вот за счёт вот этого своего графика, который рисует превьюшного, так, я же ещё этот изменил. Ну, короче, вы помните, за счёт этого графика можно достаточно удобно настраивать. И, в принципе, видно. Вот ещё один замечательный пример использования плагина троп-код портиши сделать. Я не являюсь специалистом по обработке звука, поэтому, возможно, в некоторых местах я ошибался. Если вы заметили какие-то ошибки или, возможно, какие-то тонкости, которые могут этот метод улучшить, пожалуйста, оставляйте комментарий, я обязательно поправлю или добавлю информацию об этом. Ну а если просто считаете это видео полезным, лайкайте. Мне метод понравился, позволяет освободить больше времени для менее нудных занятий. А я желаю вам удачного монтажа и хорошо отдохнуть на сэкономленное время. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова